Братья, дорогие, приветствую сердечно всех! Я прочту короткий стих и предложу некоторые рассуждения, на мой взгляд, актуальные на сегодняшний день и важные для каждого из нас без исключения. В послании к римлянам 3 глава 17 стих. Всего несколько слов. Сам стих короткий, я читаю весь стих. «Они не знают пути мира». Тема моей проповеди – путь мира. То есть я хочу о мире немножечко рассуждать, немножечко о пути. Вообще проблема потери мира началась после грехопадения. Когда человек еще не имел греховной природы, как мы читаем, Бог сотворил человека правым, то есть праведным. А люди уже опустились в различные помыслы, похоти. До грехопадения греховной природы человек не имел. А теперь у него произошли серьезные перемены в его душе. Теперь у него есть греховная природа. И с этого момента начались проблемы потери мира. Это и ссоры, и недоверие, и вражда. И вот, смотрите, все свежее. Вот совсем недавно они еще были правыми, радовались общению друг с другом и с Богом, Адам и Ева. И вдруг произошло грехопадение, и когда Адам услышал голос Божий, спрятался, Господь его зовет. Адам, где ты? Он говорит, я услышал голос твой и спрятался, потому что я наг. Так, Адам, не ел ли ты плод, дерево, которое я запретил тебе? Да вот жена, которую ты мне дал, она ела и мне дала. Да тебя не спрашивают за жену, тебя спрашивают Адам, ты ел или не ел? Что это за поведение Адама стало, а? Я думаю, что в любой семье после такого ответа была бы ссора, правда? Тебя спрашивают, а тебе, Адам, ты ел или не ел? А он стрелки на Еву переводит, да вот Ева ела. Да у Евы я без тебя спрашиваю, я тебя спрашиваю. И когда мы начинаем уже винить друг друга и не отвечать на вопросы, которые нам задают, это, конечно, приводит тоже к потере мира. Совсем еще недавно был тот день, когда Адам восторг выражал, даже, по-моему, Пести в своей книге «Библейские принципы семейной жизни» пишет такую мысль, что вот в русском переводе написано, что Адам сказал, вот это плоть от плоти моей и кость от кости моей. А Пести там пишет, что а в подлиннике приблизительно такое звучание, он, увидев Еву, закричал «Ура!» и потом говорит эти слова. То есть он выразил восторг свой, он встретил человека, подругу свою, Богом подаренную. Но как только потерян мир, сразу обвинение. Как ты относишься к этой подруге? Ну, вот так. Дальше, если чуть-чуть пронаблюдать отношения Каина и Авеля. Потеря мира к чему привела? Кажется, и причины-то нету никакой. Но мира не было между ними. Там или зависть между ними была, или еще что. И закончилось трагично. Каин убивает Авеля. Или вот уже позже, тоже яркий такой момент, это пастухи Авраама и Лота. Тоже, кажется, причин нету. Ну, не пастухам решать эти вопросы. Есть хозяин, есть господин. Пусть они решат. Они драки затеивали, ссорятся, драться стали между собой. Ну, и Авраам ищет пути. Он видит, что мира нет. Надо пути найти. И вот об этой категории людей, которые Павел пишет в послании к римлянам, вот так интересно выразился. Они не знают пути. Если уметь жить мирно, в Библии названо, что это путь, то я бы сказал бы, по-видимому, это какая-то наука. Это какие-то закономерности надо знать. То есть, если человек не знает, у него не получится жить мирно. А он должен что-то знать. Вообще, Господь так нашу душу устроил. Нам уютно и спокойно, когда со всеми в мире. Да, есть люди, которые всегда со всеми ссорятся. Но будьте уверены, им нехорошо на душе. Им неприятно на душе. Да, они могут верх взять. Они могут переломить ситуацию. Они могут понудить, поступить так, как он понимает. Но на душе хорошо не будет. Так устроена душа человека. Ей уютно и хорошо, когда мирно, когда со всеми в мире. И не только так душа устроена, но и требования Господня. Смотрите, если ты принесешь дар твой и вспомнишь, что брат имеет против тебя, то есть ты с кем-то не в мире, оставь дар. Богу такой дар не нужен. Бог очень большое, серьезное внимание обращает на то, в мире ли мы или нет. И если ты вспомнишь, оставь дар и пойди примирись. А потом приходи. Богу ты нужен. Богу твое служение нужно. Богу твой дар нужен. Как мы сегодня слышали уже проповедь о той благодати, которую Господь нам дал. Совершать служение. Кто на кухне, кто рентом, кто проповедником. Но это при условии, если ты со всеми в мире. Оставь дар, пойди примирись, а потом приходи и принеси дар твой. Так Господь к этому относится. Итак, нужно обязательно, чтобы мы жили в мире. Чтобы ни с кем не ссориться. А это наука. А это не так просто. Это путь. Вы знаете, как сложно, когда путь не знаешь. Я два примера расскажу. Когда мне было 12 лет, меня папа взял на хлебоуборку. Он был водителем. И нам всегда интересно, мальчишкам было, как папа проезжает, и его машина преобразилась. Перед уездом на хлебоуборку он каждый год всю автоколонну отсылали в колхоз, чтобы там, ну, и из-под комбайна пшено на ток возить, или из тока на элеватор. И они всегда наращивали борта. Ну, вот у него самосвал был, зил еще, если кто помнит, с острым носом таким. Еще до 130-х зилов были. Зисы, потом зилы, такого же, из такой, да. Вот. И вот нам интересно было, что папа проезжает, у него борта, ну, метр двадцать, может быть, выше обычных, из досок. Ну, чтобы больше можно было грузить. И когда мне исполнилось 12 лет, он меня берет с собой на уборку. Так интересно, романтично. Он рано-рано утром уезжает, а колонна вечером ушла уже. Он заехал дома переночевать. Я почти всю ночь не сплю, ворочаюсь от восторга, от ожидания. И в пять утра только мама зашла, я уже подскочил. И вот теперь я в машине досыпаю, и мы едем, и мне интересно, закончилась дорога асфальтная, мы переходим на грунтовую дорогу, уже часов 10 утра. И папа со мной советуется, как ты думаешь, ну, колонна ушла, он знает название совхоза, куда мы едем, а дорогу, ну, первый раз там. Как ты думаешь, вот дорога одна влево, другая вправо, куда ехать надо? Ну, я не знаю, может быть, он меня учил ориентироваться, а может быть, и правда советовался. Мне 12 лет, и мы с ним вместе соображаем. Вот смотри, мне кажется, сюда больше накатана дорога, наверное, сюда. Ну, я поддакиваю, что уже маленький мужчина, уже, да, сюда лучше накатана. И поехали. А она все растворяется, 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 и вообще исчезла. Оказывается, это на комбайну машины ездили и накатали. И дороги дальше нет, в поле выехали, нет дороги. Я говорю, ошиблись, неправильно, разворачиваемся. Почему ошибаемся? Дороги не знаем. Поехали, вот это правильно попали, а потом опять ошиблись, опять, ну, в общем, несколько раз мы возвращались, ну, это, знаете, там, ну, 5 километров, 10 километров, да пустяки. Тогда, тем более, бензин ценности не имел. Заливали полные баки, ну, подумаешь, там, на полчаса позже. Приехали пустяки. А вот уже, когда я был взрослый, ну, это, может быть, 3 года назад было, или 4, из-за незнания пути нам грозила смерть. Я расскажу, как это было. Отправились мы на моем микроавтобусе, у меня тогда спринтер был, с нашим скрипичным ансамблем на Ямал. Ну, цель нашей поездки была побыть на 4-х дневном общении, где соберут с тундры всех уверовавших ненцев и хантов. И там 4-х дневное общение будет. Поселок Новый Порт на берегу Обской Губы. И теперь мы должны доехать до Салехарда на моем микроавтобусе, а дальше поедем на Триколе. Так мы заранее договорились, все там спланировано. И вот мы отправились, и у нас русских денег было немного, а основная сумма была в долларах. Ну, мы же с Украины едем в Россию. И теперь нам нужно где-то остановиться, доллары поменять на русские рубли. Но так как трасса идет везде в объезд городов, нам не хочется заезжать, чтобы целый час или два часа потерять на обмен денег. И думаем, да дальше поменяем, да дальше поменяем, да дальше поменяем. Доехали до Перми, большой город последний. У нас был выбор. Если мы поедем по федеральной трассе на две тысячи километров дальше дорога. Если по Зимнику пройдем, на две тысячи километров короче. Ну, а там, где Зимник, навигатор не показывает, и карты нету. А перекрестки есть. И поэтому, чтобы мы ориентировались, у меня была такая карта самодельная. Я по телефону, мне братья Салихарда диктуют поселки по порядку, которые мы должны проехать. Их около 20 поселков. Вот это у меня карта. То есть название поселком на листочке бумаги. И вот в Перми тоже не стали заезжать. У меня деньги. Говорят, еще есть там, ну, по карте посмотрели, братья наши молодые. Говорят, еще небольшой городок будет километров через 500. Ну, я говорю, там заедем. Заезжаем в этот городок, уже съехали с трассы, потому что других вариантов нет, а русские рубли заканчиваются. Заезжаем уже часов 8 вечера. Спрашиваем, а где у вас обменные пункты есть? Они говорят, ну, в это время не работают обменные пункты. Как? А круглосуточные? Нет, у нас нету круглосуточных. Мне так удивительно. У нас в любой деревне есть круглосуточные обменники. Они говорят, когда будет работать? Ну, а сегодня пятница, в понедельник. Двое суток, мы час не хотели потерять, а теперь двое суток ждать. Ну, посчитали, посчитали наши рубли, нам 800 километров нужно пройти по зимнику. И мы рискуем. Я говорю оркестрантам, будем кушать два раза в день, не три раза, чтобы хватило денег. И будем кушать только так. Берем харчо и два кусочка хлеба. Чай не берем, потому что не хватит на топливо. И когда мы приехали в Салихард, у нас ни копейки денег и 20 литров топлива в баке осталось. А мы переезжали перекрестки, где мы думали, налево или направо, знаков нет. И понимаем, что ошибка нам обойдется смертью. Почему? На улице 40 градусов мороз. И если у нас глохнет машина, потому что кончилось топливо, нас ожидает бедствие. И мы просто молились, Господи, сохрани от ошибки. По километражу просчитали, должно хватить солярки. А вот ошибка обойдется трагично. Нужно знать путь. И вот о мире, к которому нас Господь призывает, будьте, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. И для того, чтобы жить в мире, нужно знать путь. А как, что это такое? Как его знать? Что такое путь мира? Вот, Иакова, Господь провел таким путем, что он познавал этот путь. Дорого ему обошлось, но приобретение ценное. Он учился пути мира. Ну, я так бегло хочу вот просмотреть вместе с вами два родных брата. Даже они близнецы. Иаков и Исаф. Ну, они совсем разные были. Иаков, человек шатров, ему нравилось быть дома. Он умел вкусно кушать, готовить. А Исаф был другой. Он был такой зверолов, охотник, человек полей. Возвращается с охоты, Исаф голодный. И тут такой запах, Иаков кушанье приготовил. Брат мой, дай покушать. А он говорит, продай первородство, дам. По-братски это или нет? Не по-братски. Вот я почему-то так думаю, что и Богу это не нравилось. Ну, у нас не принято критиковать праведников библейских. Ну, я, ну, ради анализа. А потом еще один яркий случай, да, когда уже под руководством мамы благословение Иаков забирает. Хитрым путем, обманным путем. И вот реакция. Убью брата моего. Я думаю, что если бы здесь не умешались бы и не убежал из дому Иаков, могла бы закончиться история, как у Каина с Авелем. Мог бы Исаф убить Иакова. И он намерение это имел и озвучил даже. Убью брата моего. И тогда приходится Иакову убегать. Прошло 20 лет. В это время Иаков уже женат. у него много детей. И Господь повелевает, возвращайся в землю отцов твоих. И он возвращается, но у него трепет. А он переживает. Там Исаф, который сказал, убью. И приближается момент встречи. Иаков вынужден искать пути мира. Но первый штрих. Иаков всю ночь в молитве, в борении. Господи, не отпущу тебя. Ухватился. Не отпущу тебя. Всю ночь в борении. Я думаю, это тоже сюда относится. Без молитвы и без трепета пути мира не сможешь познавать. И молится Иаков, борется с Господом. Ну, время проходит, ночь закончилась, и приближается встреча. Иаков разрабатывает пути. Как приобрести мир? Идет враг его, который угрозу выразил, убью. Он делит стада свои, несколько пастухов, с первым стадом, со вторым стадом. И учит, как сказать, когда вы встретите Исава, а ему уже известно, хотя я не знаю, мобильных телефонов, мне кажется, тогда не было. Откуда он знает, что Исав идет и 400 человек с ним? Ну, знал. И он говорит, когда встретится Исав и спросит, кто ты, и что это за стада? А ты скажи, это раб твой Иаков в подарок тебе. Это пути, правда? Обдумано, планировано, взвешено, и от имени моего, от имени Иакова, ты скажи так, ты, господин мой, а я раб твой, а это тебе подарок. Раз, первый штрих, я думаю, бесследно не прошло в душе Исава, что-то запало. Второе стадо и точно тоже, это раб твой, Иаков, господину Исаву, в подарок. Дальше он идет, а теперь приближается личная встреча. Выходит, один Исав с войском, 400 человек вооруженных, а Иаков один, без оружия, на колени становится, поклоняется, и говорит, господин мой Исав, и расплавилось сердце Исава, падает на шею, обнимается, Иаков нашел пути мира. Да, это благословенный человек, это Божий человек, и мы Божьи люди, а бывает так поссоримся, не поймешь, Божий или не Божий, да? Иаков Божий человек, но ошибки допускал, и вот так исправлял. Он нашел пути мира. Как исправить, как мир приобрести? Когда-то я еще жил в городе Шахтах, у нас в Шахтах две церкви, наша большая и другой микрорайон города, Артем, там маленькая церковь, там когда-то был пресвитером мой дедушка, потом по возрасту он уже перестал нести служения и по скорости умер, и несколько десятилетий там не было пресвитера. Ну, в основном обслуживал служители нашей церкви. Когда я уже был рукоположен, однажды мне поручают подготовить крещаемых и преподать крещение в Артемовской церкви. Я стал познакомиться с крещаемыми, ряд бесед провел, ну, теперь уже личные собеседования и членское собрание. И вот там уверовал один дедушка, интересный дедушка, очень интересный рассказчик, он фронтовик еще, войну прошел. И, ну, я его любил, любил слушать его рассказы всевозможные, он такой крепенький еще, хотя уже пожилой. И вот я с ним беседую, знаете, искренне покаялся, полюбил Господа. Хороший такой человек, недалеко от молитвенного дома живет. И я хотел уже заканчивать беседу, а потом раз мне мысль пришла, я задаю вопрос, Маркович, а вы со всеми в мире или нет? И он стал отвечать положительно, да, и на полсловия запнулся, что-то вспомнил. Пауза такая, но, впрочем, есть один нюанс, а ну, расскажите, у меня есть родной брат, и мы, когда только поженились, ну, это, может быть, 50 лет назад, может быть, 45, наши жены друг друга не восприняли. И мы однажды, я защищал свою жену, а он свою, поссорились, и уже 50 лет мы не общаемся, вообще не общаемся. Я говорю, ну, так не годится, а он далеко живет? Да нет, у нас огороды сходятся, у меня калитка на одну улицу, а у него на другую, а огороды у нас сходятся, мы еще, когда были неженатые, купили два участка рядом. Ну, так вот пошло в нашей жизни, 50 лет мы не общаемся. Я говорю, Маркович, надо помириться, а он говорит, это невозможно. Ты можешь только представить, 50 лет мы не здоровались. Мы, когда строились, калитку сделали между его двором и моим, но эта калитка в землю вросла уже. Я говорю, Маркович, надо помириться, это невозможно. Маркович, я ваш вопрос даже на церковь не поставлю. Если вы не помиритесь, крещение мы вам не преподадим. Ну, как? Я же полюбил Господа, я же покаялся, Господь меня простил. Я хочу быть членом церкви. Маркович, вот это вам условие. Если не помиритесь, крещение не преподадим. Вам осталось на рассуждение одни сутки. Это было четверг, в пятницу, завтра будет членское собрание. И если только вы с братом не помиритесь, я ваш вопрос не ставлю. И уехал. На следующий день проезжаю, он меня встречает, обнимает сначала, я понять не могу. Он такой крепенький, дедушка еще приезжал. Я закряхтел. Он говорит, заходи, сейчас что-то расскажу. Ну, расскажите. Ну, что, ты же поставил вопрос ребром, а я сильно хочу принять крещение. Решил попробовать помириться. Дойду до калитки, которая в землю росла, и возвращаюсь назад. Не могу открыть калитку. Помолюсь. Дальше подхожу, опять возвращаюсь. И я разов опять ходил туда-сюда. Ну, последний раз уже помолился, дерзновением, решительно пошел, приподнял калитку и открыл. Но когда открыл, уже назад хода нет. А вдруг он видит в окно. И что это скажет с братом случилось, да? И я тогда уже решительно пошел по его огороду. И правда, он видел. Я не дошел еще до порога, и он вышел. И вот так мы встретили взглядом, мне метров десять остается к нему дойти. И он мне в глаза смотрит, а я ему, и я решительно иду к нему. И остается метров пять, он побежал и упал на шею. И мы плакали и обнимались. Потом, так мы постояли, он жене говорит, быстро готовь праздничный обед, вместе будем вечером кушать с братом моим. Я прихожу к жене, говорю, пеки торты. И мы вчера такой праздник устроили, мы с братом помирились. Как хорошо на душе, как приятно, как душе уютно теперь стало. А немного надо было, да? не знаете пути мира, а их нужно знать. В семье так тоже бывает. Самые близкие люди, муж и жена, поссорятся и никак не могут помириться. Одна семья уже видит, что ссора зашла далеко, и мы сами не сможем помириться. Решили пригласить служителя. Ну, служитель старец. Я этот рассказ слышал от этого служителя, который мирил их. Он пришел и говорит, я знаю, что когда ссора, каждый прав в своих глазах. Поэтому давайте договоримся так. Первый будет рассказывать муж. Условие такое, жена, молчи, ни одного слова, пока муж не закончит. Пока я не разрешу говорить, ни одного слова. А когда будет говорить жена, муж условия, ни одного слова не говорить. Ну, начал муж. И муж рассказывал целый час, какая она плохая. Он такие факты, такие аргументы приводил. Я сидел и думал, бедный человек, как он вскочил, как неудачно женился. Ну, как можно с таким человеком жизнь прожить? Ну, невыносимая. Ну, закончил он. Ну, теперь тебе дается слово. А она полтора часа говорила. И я думал, какой он плохой человек. Это невыносимо. Ну, надо же, вот так совпало. Два таких тяжелейших человека. Я чувствую, уже ее рассказ идет к концу. И мне что-то нужно говорить, а я никак не соображу, что говорить. Я удивляюсь, из его слов, какая она плохая. Из ее слов удивляюсь, какой он плохой. Я должен что-то говорить и не могу сообразить. Я уже взмолился, Господи, дай мудрости, пошли слова. Что нужно сказать в этой ситуации? И вдруг она, заканчивая свое повествование, сказала такую фразу. Я, когда замуж выходила, я думала, это ангел Божий, а он вот такой. Я тогда все понял. Все. Вы говорили, я молчал, теперь вы молчите и слушайте внимательно меня. Ангелы Божьи не женятся и замуж не выходят. Вы поняли? В этом ваша ошибка. А вы люди с минусами и грехами. И на это надо было рассчитывать. И в семье, если не будет снисходительности и прощения, жизнь ни у кого, ни в одной семье не получится, если вы не научитесь снисходить родить и прощать. Ну и дальше потом беседа пошла. А в одной семье так разборка была. Тоже муж с женой рассказали, какие они плохие друг о друге. А потом служитель спрашивает у мужа, как ты думаешь, во всем жена виновата или есть твоя вина? Ну, я так не сказал, что во всем. А твоя вина в чем? Молчит. Ну, хорошо, определим в процентном соотношении, сколько процентов вины жены в вашей ситуации и твоей вины. Он подумал, ну, я думаю, что моей вины 15 процентов, а 85 ее. Хорошо, я даже запишу, чтобы не забыть. Это удивительно, мы нашли уже 15 процентов вины. И записал. А теперь у нее спрашивают, а как ты думаешь, ты определи. Она говорит, 95 процентов его вины, а твоей? Ну, мои 5. И я запишу это. 15 плюс 5 20. Мы нашли 20 процентов вины. А где 80? А знаете где? На неправильную оценку. 80 процентов на неправильную оценку. Братья, я думаю, это тоже эти закономерности надо знать. Это тоже не зная этого пути мира мы не найдем. В любой ссоре каждый видит вину соперника своего. Своей вины не видит. И поэтому нам легко верующим, даже братьям, вот такими лозунгами прикрывать отсутствие мира. А я за правду. А кому такая правда нужна? Разрушительная правда, она никому не нужна. Надо, чтобы правда была созидающая. И даже Господь сказал, если приходишь и не имеешь мира, оставь дар. Оставь дар. Вот это и проценты получаются. Иногда мы за правду, но у нас у каждого своя правда. У нас у каждого своя оценка. А если еще и мы друг друга подогреваем, вот, тогда тем более. И шашкой можно махать за правду. А Господь хочет, чтобы мы познали пути мира. как найти мир, как уметь помириться. Это очень ценно. Когда-то чухонцев Владимир Николаевич рассказывал такой интересный пример. Однажды выходит мальчик из дома, четырехлетний, в летнюю пору, теплый, сухой летний день, а он одевает сапоги. Мама посмотрела, сынок, а зачем ты сапоги одеваешь? На улице нет грязи. Он говорит, а я найду. И найдет. Он уже запрограммировал. Если мы будем искать грязь друг у друга, если мы будем искать минусы друг у друга, сто процентов найдем у любого. И у члена совета церкви, и у председателя, и у зама, и во всех найдем грязь. А Господь говорит, нужно познавать пути мира. Грязь найти много ума не надо. Не к этому нас Господь призывает. Вот сегодня уже звучало, любовь покрывает множество грехов. А как она покрывает? Глаза закрывает, и не видит их, и не хочет видеть. Почему? Пути мира еще. Любовь покрывает множество грехов. Братья, дорогие, нет, я не призываю к либеральному отношению, я призываю к миру. А мы часто выдвигаем лозунги красивые, что мы за правду, мы за истину, а всего-навсего не знаем пути мира. Вот и все. Ну, я потом еще подчеркну, что такое пути мира. Однажды приехал мой брат на границу с Россией в Украину переезжает. Он примерно 20 лет жил в Украине по просьбе братьев переехал, просидорское служение принял в одной из средствий Харьковской области. А прописан остался в России, потому что он инвалид армии в России и в России получал пенсию и квартира у него там есть. И вот он поэтому гражданство не менял и 20 лет так жил. Ну, ему нужно было раз в два месяца выехать в Украину и опять заехать. Для него это уже настолько привычно было. Ну, шесть раз в год он выезжал заезжал на протяжении многих лет. И вот очередной раз едет заезжает и вдруг ему таможенник задает вопрос «Какая цель вашей поездки?» А он не пободрствовал и говорит «Слушай, ну, тебе надо». Таможенник оказался благоразумный, такой спокойный. Говорит «Ну, понятно, да. Займите, пожалуйста, вот эту правую полосу». И он занял, и он его продержал восемь часов. Находит причины и все, восемь часов. Потом подходит молодой человек, «Вы что-нибудь поняли?» Он говорит, «Все понял, простите, больше не буду». Говорит, мне таможенник такой урок преподал. Ну, хороший урок, и дорого стою. Да, ему восемь часов это обошлось. Он принял, получил урок, что нужно не острить, а искать пути мира. Находить такие слова, чтобы мирно обходиться со всеми людьми. И мне Господь через таможенник такой ценный урок преподал. А он с детьми ехал, дети уже голодные, дети плачут. Восемь часов продержал. Говорит, «Ну, ты теперь понял что-нибудь?» Все понял. А второй случай положительный расскажу. Едет Виктор Кузьмич Моша. Он плохенький водитель был, он начал ездить уже в старости. И как-то не сориентировался, поехал под знаки, там останавливает его инспектор. Молодой человек, лет 25. Ну, а Виктор Кузьмич уже 70. Он говорит, «Ваши документы, пожалуйста». Отдаю документы. Говорит, «Вы нарушили». Я знаю. Я знаю. Я нарушил, ну, не сориентировался я. Но как хорошо, что Бог так определил, что вы есть на дороге. Иначе такой беспорядок был бы. Иначе безобразие было бы. Водители разные есть. И я нарушил и достойный наказания. И если вы меня накажете, я не обижусь. Я заработал наказание. Он говорит, «Дедушка, я тебя не накажу». Ну, будь внимательней. Отдал документы, и он поехал. Понимаете, пути мира. Даже, оказывается, милиционер душу имеет, да? Даже ему понравилось. Хорошее слово. И он расположился. Виктор Кузьмич говорит, «Ну, я не из-за штрафа. Я бы заплатил бы. Но я же не виноват. Вот я ему это и сказал. То есть, я виноват. Я сказал, ты прав. И если вы не будете требовать, беспорядки будут. Вы хорошо делаете, что требуете. Это Бог вас поставил. И даже в Библии написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. На дороге ты выше меня. Я должен подчиняться. Я готов заплатить штраф». Он говорит, «Езжай, дедушка, только будь внимательней». Братья, в чем же пути мира? Вот мы знаем, что мороз разрушает асфальт. Соль разрушает бетон. А эгоизм разрушает мир. Эгоизм – это самолюбие, когда я себя люблю больше, чем ближнего. Это и в семье так, это и в церкви так, это и на улице так. Эгоизм разрушает мир. Поэтому Господь Иисус так ясно выразил принципы. «Кто идет за Мною и не берет креста, не может быть Моим учеником». Почему? Что такое крест? Это распятие или умертвить свое «я». Если кто не отрешится от Отца, Матери, от земель и домов и даже от самой жизни своей, не может быть Моим учеником. То есть, если человек хочет защитить свое «я», если человек хочет защитить свои интересы, свои позиции, свои взгляды, это не пути мира. На этих путях не найдешь мира. А пути мира – это сораспятие, это взять крест, это свое «я» или свой эгоизм распять его, умертвить его. И тогда легко находить пути мира. Да благословит Господь, братья, нам иметь духовное образование, познавать духовную науку, чтобы знать пути мира. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова